Добрый день, друзья! С вами Владимир Добров. Мы говорим о супертурнире Вейконзея и мы говорим о девятом туре, о девятом дне этого великолепного соревнования. Итак, девятый день принес следующие результаты. Давайте посмотрим. Они жгири и Фабиано Кыруан добиваются важных побед и догоняют Алиезу Феруджу. И в этих партиях, конечно, тоже было много что интересного. Одну из партий мы посмотрим. Партия дня сегодня будет Вайтанжа Кыруана. Ну а Магнус наконец-таки побеждает. Магнус побеждает не Сагранделиус и, конечно, он расстроен все равно тем, что происходит. Однако не теряет уверенности. Будет пытаться закончить турнир на мажорной ноте. Кто знает, Магнус может выиграть несколько подряд. И кто знает, кто знает, еще и догонит и перегонит. Ну а Нижгири обыгрывает полураненого, полуживого, наверное, Максима Варшилограва. Так по-другому и не скажешь. Ничего не получается у француза, особенно черным цветом. Какая-то просто беда. Ну а то же самое можно сказать и Радослава Вайташеке. Что-то белыми он уже проиграл вторую партию. Это очень много для такого сильного шахматиста. Итак, давайте мы посмотрим непосредственно уже партию. Значит, в партии была разыграна странительская защита. Достаточно редкий гость на топ-уровне. Тем не менее, дебют очень интересный. И колоссальное количество возможностей имеет. Очень боевой дебют. Гаруан об этом тоже сказал в своем интервью. Итак, после партии. И так как Гаруана сделал достаточно редкий ход слон g4, так играют исключительно единицы. И по большому счету такая концептуальная ветка, которая случилась в партии, она, в общем-то, получилась у Гаруана вполне неплохо. Надо отметить, что у белых здесь был выбор. То есть, Вайташек спустя 5 минут пошел слон e3. Ну, вполне возможно, зная ход партии, течение партии, он бы, возможно, поменял бы решение на ход d5. Обычно, когда слон на g4 выходит, d5, в принципе, является достаточно частой реакцией. Итак, пошел слон e3. Идея была о черных следующем. Черные отдают первого слона. Таким образом, освобождают некоторые движения на диагонали. Черные, немножко под контролем у черных, конечно, здорово контролируют черные. Ну, и вот после ладей e8 первая такая критическая позиция, где белому нужно было подумать. Круана, в принципе, сказал, что, конечно, эта позиция была бы плохой, если бы белому удалось бы сыграть g3 слон g2. То есть, она была бы ужасной, как он сказал, после матча, как говорится, интервью. Но, однако, сейчас g3, конечно, не очень удачно. Можно и конь e5 получить, и, в общем-то, проблемы с пешкой на e4 возникнут серьезные. И поэтому Родослав здесь после длительного раздумья пошел все-таки в ферзь d2. Но ход, который соединяет ладьи, это ход, в принципе, логичный. Однако, наверное, может быть, можно было бы говорить о ходе ферзь c2. Зная ход партии, были определенные нюансы здесь. Конь d7, черный устанавливает коня на c5. И таким образом освобождается диагональ. Конь на c5 блестяще будет работать с пешкой e4. Ну, и белым здесь необходимо было понять, как с этой пешкой вообще им справляться. Более того, сказал Карвана, что пешку, скорее всего, белые вообще могут потерять в некоторых позициях. Надо его как-то грамотно пожертвовать. Но как пожертвовать, большой вопрос. Во всем случае о том, как пожертвовал ее вайташек, забегая вперед, Куран сказал, что это было не очень удачно. Ну, и вот здесь вот такой момент. Вполне возможно, что стоило начинать с хода ладья fe1, или, быть может, ладья ac1, или даже ладья ae1. В итоге сделал ход вайташек ладья d1. И после взятия на c3, такой достаточно типовой ход, но очень при этом сильный, осуществил Карвана. А об этом ходе много говорили. Потому что ход как бы отдается в роли слона важного. Однако вот такой размен, размен типовой и очень конкретный. То есть, на ферзь бьет c3, черный предлагает перейти в эншпиль с атакой пешки e4. Брать, конечно, не очень удачно. И белых сыграли в ферзь c1. Вполне возможно, что ферзь c2 был чуть более осмотрительным. Тем не менее, конь c5. И вот, как бы, момент истины наступил. То есть, брать, конечно, такого коня нельзя. Потому что после хода dc, черный конь встанет на d4 полностью. И блокируя позит по линию d и продолжая атаку по линии e. Ну и, естественно, белым уже здесь надо было как-то решаться. Не нашел здесь идей вайташек, пока сыграл ферзь b1. Ну, и, в общем-то, черные начали примитивно атаковать пешки. Напал на две пешки. И вот после хода ладей f1, Гаруана съедает пешку на c4. Браво. После чего приходится играть b3, ферзь c3, слон d2. Попытался он как-то погоняться за ферзем. Но ферзь уходит на f6. И, по большому счету, оценка позиции уже в пользу черта. То есть, очевидно, что пешки не стало. Компенсация просматривается достаточно вяло. И, честно говоря, позиция уже смущала многих болельщиков вайташекам. Итак, слон c1. На большую диагональ выходит слон. Однако, черные просто-напросто все перекрывают. И захватывают пространство на королевском фланге. Ну, что же, неплохо. Х4 и g5 сыграно. Стоило, наверное, вайташек попытаться хоть как-то отбросить фигуры. В итоге он пошел слон d5. Ну, и после хода ладья е7, честно говоря, ход слон d5 оказался просто пустым. Пошел ладья е3. Защищается от хода h3. Ну, и после хода ферзь g6 и ладья е8. Черные полностью контролируют игру. У них лишняя пешка. Ну, и по большому счету, у черных просто большой перевес. Попытался здесь вайташек еще посопротивляться. Сыграл ферзь c2. Конь переходит на f4 поближе к королеву. И черные подготавливают идеи как g4, так и d5. И после ферзь f2, каруана сыграла ладья е6. И ладья c3 сделал ход d5. Очень сильный ход. Подключается теперь пехотинец к игре. И черные готовы белых просто-напросто раздавить. Прогружил вайташек ходом g3. Но этот ход уже явился грубейшей ошибкой. С другой стороны, как бы, ну, стоило предпочесть еd. Ну, и там позиция, конечно, у белых была бы не сахар. И после аж, аж, да е. Такая вот жертва. Жертва фигуры. Несложная. Получилось следующее. Взяли, взяли. Теперь вынужден играть ферзь g2. И черные играют е. Очень сильная позиция. Ферзь bg6, ладья bg6. Короля в два хода нету. Потому как после короля в два очень симпатично ладья g3. С угрозой конь g4 мат. И выбора у черных здесь нету. У белых, прошу прощения, они сыграли король h1. И последовал точный ход f2. f2 с угрозой ладья g1 шаг с победой. Ну и Войташек здесь сыграл слон h3. И получил очень красивый, симпатичный удар конь с h4. Да, красивая комбинация. В итоге получается, что висит слон и грозит ладья е1. Но Войташек, тем не менее, вот в этой позиции остановил часы. Потому что здесь белый теряет абсолютно всё. Материал падает очень быстро. Ну что же, прекрасная партия от Каруаны. И в стратегическом формате он просто позиционно переиграл Войташек. Войташек здесь был, скажем так, в роли статиста. Тем не менее, Радослав очень сильный шахматист. Да, надеемся, что всё-таки он вернётся как-то в турнир. Потому что что-то не идёт и всё так бывает. Ну и Каруана, который блестяще отыграл чёрными, безусловно, сегодня уже будет на коне пытаться напрягать Карлсона. Сегодня у нас такая будет битва. Ну что ж, давайте посмотрим на стендингс. Впереди три участника. Три лидера Гири, Каруана и Феруржа. Имеют по плюс три. По плюс два молодёжь Андрея Есипенко и Йордан Ван Форест. Ну а вот Магнус Карлсон сегодня будет, не знаю, пытаться или не будет. Но Каруана в хорошей форме. И в принципе, пока сбываются некоторые мои предположения по поводу победителя этого турнира. Но посмотрим. Гири тем временем обыграл Максим Машилогравк, я уже сказал. И тоже имеет все шансы выступить очень достойно. У него впереди ещё партия с Гехаро Антоном. И, в общем-то, главное, наверное, противостояние. Мы видим, что вскоре играет и Гири против Феруржа, и Каруана против Феруржа. То есть, большая-большая борьба. Ну вот, а сегодня следующие пары. И, как я сказал, главной, наверное, главной вишенкой на торте будет Каруана Карлсон. Остальные пары, безусловно, тоже интересны. Но эта партия будет особенно интересна. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok